Часы Победа были самыми популярными в Советском Союзе. Уверен, у многих из вас такие часы есть. Сегодня посмотрим на обновленную Победу от Петродворцового часового завода. Привет, друзья! С вами Виктор и вы на канале ПРО Часы. Когда-то часы с гордой надписью Победа производились на многих часовых заводах Советского Союза. Но после 90-х годов производство практически полностью остановилось. Сейчас брендом Победа полностью владеет Петродворцовый часовой завод. И завод постарался сохранить память о этих часах, сделав их яркими и доступными. Сегодня коллекция часов Победа максимально разнообразна. И мы посмотрим на часы Победа-путешественник. Более того, именно эти часы отправятся кому-то из вас. Розыгрыш пройдет не совсем обычно, но в конце видео я расскажу про все условия. А теперь давайте смотреть на часы. Поехали! Итак, давайте начнем знакомство с часами. Поставляются они вот в такой довольно простой картонной коробке. Всюду мы видим надписи Победа, сделана в России с 1945 года. И сзади на двух языках, на русском и на английском, есть информация о бренде Победа. А внизу, как видите, здесь есть QR-код. И с помощью этого QR-кода можно скачать инструкцию к часам. Открываем коробку, давайте посмотрим, что же у нас есть, кроме самих часов. Ну, естественно, сами часы, которые лежат на картонке. И кроме часов, а кроме часов-то, похоже, здесь ничего и нет. Да, ничего нет в этой коробке, только одни часы. Но инструкция, опять-таки, ее можно скачать онлайн. Зачем переводить бумагу? Сейчас, в принципе, у всех доступный интернет, и в этом проблем не будет. Давайте возьмем часы, снимем с них пленочки, и уже будем рассматривать часы более детально. Часы идут на тканевом ремешке, типа NATA. В принципе, ремешок довольно удобный. Если вам такие ремешки нравятся, если вы любите такой формат, будет очень хорошо. Если нет, в принципе, поменять ремешок без проблем можно на абсолютно любой. И начнем, пожалуй, с габаритов часов. Так, диаметр корпуса в этой модели составляет 40 мм. Часы, в принципе, небольшие, почему-то кажутся даже больше, чем есть на самом деле. Но есть ощущение, что они больше 40 мм. Часы выполнены из нержавеющей стали. Задняя крышка глухая, без каких-либо надписей. И она здесь хлопушка. Ну и самое главное, что это часы кварцевые. Это, собственно, основное отличие от той победы, которая когда-то была у нас в Советском Союзе. Заводная головка здесь не завинчивается. У нее есть только одно положение, в котором можно переводить стрелки часов. Второго положения, собственно, никакого здесь и нет. Водозащита часов 50 м. Это, в принципе, немного. Но часы не рассчитаны на то, что вы будете в них плавать. Но при этом помыть руки можно абсолютно безопасно. Давайте пройдем по циферблату. И то, что сразу бросается в глаза, это красная отметка 12. У первых часов победы как раз-таки отметка 12 была красного цвета. И здесь эта традиция сохранилась. На циферблате мы видим флаги различных государств. Внизу роза ветров, она же малая секунда, надпись путешественник. Вот как раз малая секунда, это то, что сохранилось от классической победы из Советского Союза. На практически всех часах победы была как раз малая секунда. Внизу, в позиции 6 часов. И это такой отличительный элемент наших часов победы. Кстати, стекло в этих часах минеральное и выпуклое. На самом деле коллекция современных часов победы довольно разнообразна. Есть множество дизайнов циферблата. Есть несколько размеров корпуса. Но все эти часы объединяются тем, что они кварцевые, они простые и они доступные. Как раз-таки как и та победа, которая у нас была когда-то. Когда Петродворцовый часовой завод стал полностью владельцем бренда Победа, была задача бренд этот сохранить и оставить самое главное, чтобы бренд был народным. Ну и соответственно по низкой доступной цене. Ну и здесь конечно пришлось многим пожертвовать. В первую очередь, наверное, механизмом. Все современные часы Победа имеют кварцевый калибр. Что касается цены, то современная Победа стоит порядка 6-7 тысяч рублей в зависимости от модели. Конечно, есть много вопросов по поводу того, что Победа уже не та и теперь это китайские часы. Тем не менее, бренд сохранился, бренд остался. Я очень надеюсь, что будут производиться какие-то возможно лимитированные серии, возможно специальный выпуск часов Победа с механизмом механическим собственного производства, чтобы часы были полностью собраны у нас и при этом оставались максимально возможно доступными. Но то, что бренд сейчас сохранился и остался, это уже огромный плюс. И вот таким образом эти часы смотрятся на руке. Часы небольшие, часы очень удобно сидят и подойдут практически на любой размер запястья. Лично мне не очень нравится качество этого ремешка, какой-то он абсолютно простой. Есть нато ремни гораздо выше качеством, но тем не менее они довольно быстро снашиваются, их в любом случае придется периодически менять. И как же получить эти часы, эту Победу абсолютно бесплатно? Все довольно просто. В этот раз конкурс пройдет в социальной сети Instagram. Вам нужно подписаться на мой аккаунт в Instagram и на аккаунт Петродворцового часового завода Ракета. Название вы сейчас видите на экране. На своей странице в Instagram я сделаю специальный пост с розыгрышем, и под ним нужно будет написать один комментарий касаемо бренда Победа. А где-то через неделю в прямом эфире на своей странице в Instagram я проведу розыгрыш среди этих комментариев. Естественно, если по комментарию будет понятно, что вам часы неинтересны, вы их не хотите, мы будем выбирать следующего победителя. В любом случае, делитесь в комментариях вашим мнением по поводу бренда Победа, по поводу современных часов Победа. Как думаете, какое будущее ждет этот бренд? А если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч и удачи вам всем на розыгрыше. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok